Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник службы безопасности Украины в 2004-2015 годах, сейчас с нами на связи. С ними говорим о ситуации в целом на разных участках фронта. Иван, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо за приглашение. Взаимно. Иван, а я хотел бы, значит, у вас спросить. Вот тут мы отмечаем большие потери со стороны армии Российской Федерации. Да, а чем это может быть чревато? В частности, меня интересует та история, ваша оценка, которая касается именно потерь личного состава. Ну вот, мне просто припоминается, что у них по разным оценкам была возможность, по сути, покрывать эти потери в количестве до 30 тысяч человек. Это как раз вот те люди, по данным официальным Генерального штаба, которые ликвидируются там в течение дня до тысячи. 900 тысяч, а в целом оно и получается тут баш на баш. А сколько у них еще будет хватать сил, да, где-то по полторы тысячи бросать в эту мясорубку личного состава? Или, в принципе, не жалко, и резервы у них есть? Или это такая акция, которая в скором времени, да, должна к чему-то прийти? Ну, конечно же, я имею в виду со стороны противника. Вот я больше к вашему второму варианту склоняюсь. К чему-то должна прийти. Смотрите, единственный аргумент у Российской Федерации находится в кошельке. Кошелек — это главный стимул российских граждан идти на эту войну. Еще раз, это не мои слова. Кстати, кроме того, что это мои слова, это еще слова самих россиян, которые сами говорят, единственным якорем, который максимально прочно, железобетонно заставляет идти на эту войну, гнить в этих окопах, прятаться от украинских дронов, которые сбрасывают гранаты, дроны-камикадзе, терпеть крыс, которые могут отгрызть ночью нос, пока ты спишь в этом блиндаже, в этой землянке — это деньги. Давайте пойдем в ретроспективу, мы посмотрим, какие деньги изначально предлагались российским военнослужащим за войну в Украине. То есть мы не говорим про зарплату в нормальных единицах, мы в рублях не будем говорить, будем говорить нормальных, в долларах. Две тысячи долларов в месяц. Ну, для большей части российского населения в месяц это, ого-го, какая зарплата, не на каждой работе, мягко говоря, такую зарплату найдешь. Плюс регионы, от которых отправляются мобилизированные или кто-контрактники, они получали изначально плюс еще две тысячи долларов. То есть два плюс два, не пять, а четыре, то есть о-о-о, четыре тысячи долларов. То есть две подъемные, две ежемесячные. Неплохо. Сейчас по прошествию два плюс года уже мы видим, что цифры, ставки поднялись. И, ну, понятно, что жирные регионы предлагают 10-11 тысяч долларов подъемных плюс две тысячи долларов зарплаты. А если мы это еще переведем все в российские рубли, и как оно, представьте себе, вот россиянина, ему на карту приходит, вам зачислено на счет, и вот эта вот цифра в рублях, эти нули, он стоит, считает. Ого-го, так я же за эти деньги, я же смогу себе что-то там сделать. Конечно. И оно мотивирует, к сожалению, идти на эту войну, не считаясь с логикой и здравым смыслом. Спасибо, Иван. Вот так вот по-честному, хотя, в принципе, наверняка это многие понимают, да и сами те, кто попадает в плен, очень часто, да, когда дают определенного характера свидетельствование, то, что потом появляется в открытом доступе, очень многие российские военные объясняют свой, как они говорят, поход и приход в Украину как раз финансовой составляющей. Да, мы с вами очень часто говорим, что какая бы цифра остановила россиян. Сегодня мы можем с вами уже полностью, Иван, констатировать, что сколько бы Генштаб нам не предлагал, даже если там в 10 раз увеличится та цифра, которую мы показываем, Кремль, судя по всему, это не остановит в вопросе захватнической войны против Украины. К сожалению. Помните, самые первые даже дни, когда мы с вами вот общались, первые дни вторжения, мы пытались угадать, после какой же цифры наступит тот перелом. Помните, первая чеченская война, ну, эквивалент цифры, вторая чеченская, Афганистан, Афганистан два раза, три раза, четыре раза, судя по всему, нет. И вот господин Главком Залужный, он тоже говорит, я ошибся, я думаю, что 150 тысяч потерь, это будет просто такая цифра, вот как под дых, как ниже пояс ударить, все, после которой нужно вот как-то приземляться, останавливаться, вземляться. Нет. Оказалось, что вот этой цифры в потерях сейчас нет. Да, потом, когда война остановится, мы не знаем, на каких условиях, на каких храницах, когда это будет, для Российской Федерации это будет катастрофически болезненно, когда они будут разбираться, а за что погибли тысячи военнослужащих, за какой-то маленький населенный пункт, за какое-то маленькое озеро, за какую-то маленькую переправу, которую даже с 20-й попытки на карте Украины российские граждане не найдут, они даже пальцами смогут показать, но не умирать. Да, потом они будут думать, а за что же это, но пока они думают, к сожалению, деньгами. Деньги, главный ориентир в этой жизни и главный стимул двигаться, даже если не для самих военнослужащих, для их родных, они сами говорят, что ты сидишь дома, иди, повоюешь, может, заработаешь денег, не получится, мы тогда получим компенсацию, миллионы рублей, и ремонт сделаем, квартиру купим, детей оденем, обудем, айфон купим, может быть, машину, машину купим. Вот такой вот стимул, к сожалению. Скажите, Иван, в целом, как вы видите дальнейшее развитие ситуации с учетом того, что понятное дело, что Харьковская область остается, ну, в целом, определенные населенные пункты, да, тот же Волчанг, соответственно, очень горячими точками сейчас заведутся боевые действия, но там по разным оценками, как накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский, да, что, ну, если ситуации не удалось стабилизировать, да, то вот этот прорыв, да, приостановить, соответственно, да, мы не говорим о том, что там они захлебнулись, нет, но вот того продвижения, которое мы наблюдали до этого времени, его уже нет. Иван, что дальше, по вашему мнению? Да, давайте я буквально два слова вашим уважаемым зрителям поясню. То есть есть вариант, тут массированный прорыв, вот как первые дни, вот россияне мчались, есть крайний вариант, когда все остановлено, но мы говорим, что стабилизировано, это означает, что нет того большого импульса с прорывом, в то же время нет полной остановки, это вот пока превращается в какое-то такое болото, трясину, где-то вот они дошли, где-то уперлись, идут бои, идет выкуривание российских военнослужащих из домов на окраине Волчанска, где они там занимают, в посадке. Вот сегодня было эпичное видео, как, по-моему, больше десятка российских военнослужащих пытались пройти через лицепосадку, попали в засаду и были расстреляны из пулемета американского производства, Браунинг, то есть это все снимается с воздуха, то есть идут вот такие вот позиционные бои. Главная задача украинской стороны не дать Российской Федерации окопаться на этой территории, то есть есть большой риск, что попробуют во время вот этих наступательных действий, часть военнослужащих будет окапываться, и тогда выкуривать, выбивать станет намного тяжелее. Если вы спрашиваете, что можно дальше предположить, то, как говорил господин Буданов, как вариант, не исключен, это попытка прорыва на территории Сумской области, то есть Харьков вот здесь горит, потом вот зажечь Сумскую область, пройти столько, сколько сможем, и это все укладывается в большую конструкцию, которую снова и снова президент-диктатор Путин озвучивает, мы же-то не против мирных переговоров, но с учетом реалий на земле, то есть задача стоит захватить хоть что-нибудь в перспективе потенциальных каких-то будущих мирных переговоров, и оставить это за собой. Это не дает тебе ничего, там нету ни залежи, ни золота, ни драгоценных камней, нефти, вообще нет ничего, но мы захватим. А какой цель? Вот просто потому, что мы можем. Вот такая вот глупая, к сожалению, надологика есть. Планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет. Это слова Путина, да. Вот я поэтому тут вот паузу сделала. Я думаю, что иногда можно сделать просто паузу, ничего не говорить, и так многое всем становится понятным. Я напомню, как раз в Китае, да, сейчас он совершает свой визит, продолжает, и вот такая вот история. Но я добавлю все-таки для понимания, что же он сказал дальше. Что касается того, что происходит на Харьковском направлении, это тоже их вина. Ну, я так понимаю, он сейчас говорит о вооруженных силах Украины, потому что до этого он говорил об обстрелах ВСУ как раз территории Российской Федерации. Добавляет он, потому что они обстреливают, продолжают, к сожалению, обстреливают жилые кварталы в приграничных территориях, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Да ты что? А вот то, что делает Кремль, делает вооруженные силы Российской Федерации, каждый день убивая, да, украинцев, это как-то, это другая гибель. Я так понимаю, что есть такие, как Путин, у них гибель по-разному выглядит, судя по всему, и само значение этого слова имеет абсолютно различную коннотацию. Я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зоны безопасности, санитарную зону. Вот это мы и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет. Так каковы же планы Путина, Иван? Ой, вот вы правильно сказали. Двуличность, ну, слушайте, это ненавизна вообще, но нужно еще раз подчеркнуть, что двуличность российского командования, российской политической верхушки, она всегда есть. Вот когда они обстреливают Харьков, это гойда, здорово. Когда прилетает ответка, ух, это же по мирным кварталам, как так, так же нельзя, по российской территории, когда снова по Украине, гойда. То есть, ну, вот это все понятно. По Харькову, смотрите, по Харькову, как они заявляют, планов нету, но прорыв был, попытка была, скорее всего, подойти к Харькову. Я не считаю, что была задача взять город. Взять город теми силами, которые сейчас есть в Российской Федерации, нет. А вот уничтожить его, это да, да, долго, нудно, методично, это не могут. Я думаю, что одна из потенциальных задач была какая? Подойти на расстояние 10, 15, 20 километров от города, развернуть вот эту свою артиллерию и, как они говорят, Чавунием, вот тут, просто, не болванками, конечно же, снарядами артиллерийскими, которых у Российской Федерации очень много. По там, последним оценкам, 3 миллиона снарядов могут в год производить, методично обстреливать город. Северные окраины, западные, восточные, куда прилетит. Вот просто методически и постепенно подходить, подкатываться ближе. Там выстрелили несколько тысяч боеприпасов, подкатились ближе, снова выстрелили. Задача уничтожить город, задача, чтобы жители оттуда уехали, и потом таким образом захватить вот просто пустырь, лунную поверхность. Вот такая, думаю, задача, скорее всего, одна из, была и есть у Российской Федерации. Ну, а, конечно, диктатору Путину мы на слово вообще не верим. Естественно, естественно. Я хотел вот на этой фразе, когда моя прекрасная коллега ему этого сказала, что мы там не планируем, на каком слове плеваться начинать. Даже не смеяться, а плеваться, потому что, ну, да, есть рот, значит, он врет. Все, даже рифмы, представь себе. Иван, я хотел бы вас спросить, да, о комментарии по поводу тех взрывов, которые, хлопков, которые мы наблюдали, там, порт, Новороссийск, нефтебаза, Крым. А что это в целом происходит? Поскольку в последнее время мы это видим все чаще и чаще. Каким мыслям и выводам это должно нас, возможно, наталкивать? Так, смотрите, тема шикарная. Итак, погнали. Еще раз. Мы оперируем с вами официальными источниками, плюс видеофото с российской стороны, как они сами фиксировали, ну, местных жителей. Российская власть говорит, что все сбили, все 102 беспилотника, которые летели в Крым, Краснодарский край, Белгородскую и Курскую область, все сбили. В Крым летел, там, приблизительно 51 беспилотник, в Краснодар 46, 6 в Белгород и 1 в Курск. Мы все сбили. Там только единственное, что обломки упали немножко в Севастополь, если не ошибаюсь, и там света сейчас нету, веерные отключения, а так все окей, просто шито-крыто. Смотрим на видеокадры, которые размещают сами российские жители. Что они говорят? Беспилотники летят быстро, летят очень быстро, очень низко. На одном из моментов в сторону Новороссийска я увидел, как беспилотники летят, внимание, с интервалом в 10 секунд. То есть, просто вот эти, как открылись ворота, и вот Динамо бежит, вот один, там, 10 секунд, второй, 10 секунд, третий. Вот такие пролеты, слышны взрывы, и слышно, как пытаются эти беспилотники сбивать стрелковым вооружением. Стрелковое пулеметов, автоматическое оружие, легкое, что-то было сбито, но, как мы видим, скорее всего, как минимум половина долетела, и в Новороссийский порт пока не видели конкретные повреждения, но там взрывы есть. Называлось, ну это, нет, давай так, взрывы есть, теперь переходим от Новороссийска, не знаем, куда именно прилетело, не будем врать, переходим в Туапсе. Туапсе, это единственный нефтеперерабатывающий комплекс на Черном море, ну, Российской Федерации, который ходит в топ-12 больших, крупных предприятий Российской Федерации, ну, нефтеперерабатывающих. Он поставлял, поставлял, видите, в прошлом времени, я говорю, топливо в Китай, в Сингапур, Малайзию, еще там ряд стран. То есть сейчас, как мы видим, он не работает. Он в январе 24-го года был поврежден, в начале мая он вроде снова перезапустился, теперь снова туда прилетело. Но я хочу обратить внимание ваше и ваших уважаемых зрителей на одну большую штучку. Если открыть карту и посмотреть вот траекторию, как летели беспилотники, мы можем увидеть, что от линии разграничения с Украиной и Российской Федерацией до Новороссийска там 330 километров, до Туапсе там 450 километров по прямой. Ну, казалось бы, ну, подумаешь, после там тысячи, тысячи, трехста километров, что пролетают наши беспилотники, казалось бы, что здесь такого, ну, неудивительно. но на этом отрезке от Новороссийска до Туапсе находится очень интересный объект. Это в районе Геленджика, 18 километров от Геленджика, ровно посредине, вот, находится дворец диктатора Путина, о котором российские расследователи, по-моему, и ФБК снимало фильм на мысе и до Капса, если не ошибаюсь. не могу название перепутать. То есть, представьте себе, беспилотники пролетали в непосредственной близости от этого дворца Путина, от места, которое, по идее, защищено всеми мыслями, немыслимыми средствами противовоздушной обороны. То есть, пролетали непосредственной близости, и я предполагаю, что если бы дворец был бы закончен, там проживал бы диктатор, и если бы он не находился в командировке, то ему наверняка пришлось бы услышать эти беспилотники, как они летят, воспользоваться правилом двух стен. Иван, хороший, хороший такой, дельный совет. Спасибо вам большое за разговор, благодарим за то, что присоединились. Иван Ступак, военный аналитик, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.